Приветствую вас, как мне кажется, то что вы переживаете и боитесь за то, как к вам относится мужчина, потому что где-то, может быть, в глубине души вы, на мой взгляд, в себе не уверены. Я могу ошибаться здесь, безусловно, но мне кажется, что вы в себе не уверены. Не уверены в себе, вы отношения воспринимаете как некую работу, как некий такой социальный, общественный статус, как некую галочку, которую вам обязательно нужно поставить в себе. Ну и самое, что главное, это то, что вы через отношения пытаетесь, вероятно, реализовать то, что вам не хватает. То есть вы какие-то некие свои проблемы пытаетесь через отношения реализовать. Я не думаю, честно говоря, что эта позиция, она конструктивна и позитивна для вас. Я не думаю, так. Вот, потому что я уверен, я уверен, что отношения нужно, ну вот, воспринимать, да, более непосредственно, чем то, как вы их видите. Вот, я так думаю, вы пытаетесь привязать свои отношения, вы пытаетесь привязать свои отношения к каким-то критериям, каким-то нормам, каким-то аспектам, но на самом деле это немножечко так не работает. Ваши отношения, в том числе с мужчинами, развиваются спонтанно. Ваши отношения с мужчинами развиваются постепенно, адекватно. Это нужно понимать. В этом нужно отдавать себе отсчет. И то, что вам не хватает его внимания, свидетельствует о том, вероятно, что вы слишком сильно ориентируетесь на мужчину, слишком много внимания уделяете мужчине, слишком много связано у вас с ним. Тогда как на самом деле вам нужно ориентироваться на себя. Ну или, по крайней мере, стараться это сделать. Потому что сейчас ситуация выглядит так, что вы через человека, через мужчину пытаетесь добиться какого-то комфорта, какого-то удобства, может быть, и так далее, и так далее. Что у вас, конечно же, конечно же, не получается. Не получается потому, что это сложно. Это сложно и практически невозможно сделать. Ведь человек может вам дать то, что он даёт. А вы отказываетесь это принимать. Следующий вопрос, который я хотел бы поднять, это вопрос о том, какие отношения считать серьёзными. То есть, что можно считать серьёзными отношениями, что считается серьёзными отношениями, а что нет. Вот вы и пишите. Сколько раз нужно встречаться с парнем в неделю для развития здоровых отношений? Что есть здоровые отношения? Что такое здоровые отношения? Если парень встречается с вами мало, это значит, что, да, его к вам не тянет, но означает ли это, что он вас не любит? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, это означает только то, что мужчина встречается с вами столько, сколько может. Но вы это не принимаете, потому что, пишите вы, мучаетесь, мучаетесь. И вот раскрыть то, что вы мучаетесь и необходимо. По поводу того, что вы ему нужны или нет. Это опять же вопрос вашей собственной ценности. Если вы понимаете и чувствуете свою ценность, вы сами, если вы сами чувствуете свою ценность, тогда одно. Но если вы сами свою ценность не ощущаете по какой-либо причине, это другое. И вот если вы говорите, может быть, я ему не так уж и сильно нужна, то возможно, возможно, речь как раз таки и идет о том, что вы своей ценности не видите. Своей ценности не ощущаете. Почему? Это уже другой вопрос. Почему так? Это уже нужно разбирать. Но тем не менее. Возможно, вы стали мужчине неинтересным. Возможно. Но это не связано с вами, это связано с тем, как вы себя ведете. Также очень важно понимать, как себя вел человек. То есть, всегда ли он вел себя так, или он начал вести себя так только, там, вот, после, грубо говоря, каких-то определенных событий и происшествий в вашей уже совместной, я бы сказал, жизни. На мой взгляд, это тоже то, что необходимо выяснить, необходимо исследовать и раскрыть. Ну, просто потому, что в противном случае ситуация будет складываться весьма, весьма негативно и тревожно для вас. Дальше. Много мыслей в голове. Это в голове. Очень похоже на навязчивые мысли. Механизм навязчивости возникает из-за желаний, точнее, из-за конфликта желаний, когда свои прямые желания человек подавляет, оставляя только лишь косвенные способы непрямого удовлетворения их. Соответственно, желания постоянно не удовлетворены и, соответственно, они постоянно дают о себе знать. Если у вас много мыслей в голове, с ними нужно разобраться. Далее, вы пишете. Я читал, что если мужчина любит, то он будет рваться к своей женщине. Зачем вы это читали, Тина? Здесь, мне кажется, вы склонны сравнивать себя с другими людьми, что тоже является, в общем-то, аспектом того, что на себя в отношении, на свои чувства вы не полагаете. Вы говорите, что я хочу чаще видеться, и мне не хватает, как бы, внимания. Давайте раскроем, попробуй мне данную сторону. Что вы вкладываете в это? Что значит, что вам хочется чаще видеться, чтобы что? Для чего? Что значит, что вам не хватает внимания? Как вы себя чувствуете? Вы говорите, не так уж ему нужны. Что это для вас значит? Дальше. Мне обидно, что так происходит, что молодой человек не рвётся ко мне. Скажите, откуда у вас проистекают данные обиды? На чём они основаны? Основана обида любая на ожиданиях. Какие ожидания у вас? Чего вы ждёте от мужчины? Почему вы этого от него ждёте? Для чего это нужно лично вам? Вы говорите, что если мужчина любит, а любите ли вы его? И что, и как эта любовь проявляется? Любовь не проявляется в том, что вы хотите чаще его видеть или требовать его внимания. Это не любовь, это то, что вы хотите забирать, то, что вы хотите получать. Любовь же в право отдашу. Так как проявляется ваша любовь, если вы его любите? Вопрос? Вопрос. Дальше. Что не хватает и что за дела? То, что вы ему говорите прямо, это супер. Я бы тут немножко разобрался бы с тем, как вы это ему говорите. Но это супер, что вы говорите. Вы молодё. Мне, как кажется, наплевать на это. Не очень понял, что вы здесь имеете в виду. И что делать теперь? Что делать, чтобы что? Это нормально. Для вашего молодого человека подобная позиция вполне себе нормальная. Потому что, повторюсь, у каждого свой ресурс, в соответствии с которым человек может проявлять внимание и давать своё время. Поэтому, если вы мужчину таким, как он сейчас есть, не принимаете, можно говорить о том, что у вас не только любовь, но и что-то ещё другое. Что именно нужно разбирать? А любовь можно освободить от примесей, можно вас сделать более свободными, можно отношения сделать более гармоничными. Это не сложно сделать, если вы хотите. Главное, поставьте себе цель, что вы хотите. Гармонизировать отношения, это одно, разобраться в себе, это немножко другое. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, ну, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.